Здравствуйте, меня зовут Кристина, я биолог Нутрицолкова, и вы на моем канале, посвящен здоровому образу жизни. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим об анемии и железодефиците. Осознаем, что такое заболевание, как анемия, мы не приобретаем сразу, а идем к нему полномерно, пошагово, совершая определенные ошибки. И вот сегодня мы обсудим, какова роль железа, симптомы нехватки, какое железо выбирать, чтобы восполнить дефицит, какие кофакторы стоит вносить, чтобы железо усвоилось, и какой список анализов сдать, чтобы реально оценить ситуацию. Давайте начинать. Ну раз главный герой сегодняшнего видео железа, давайте начнем с выполняемой функции. Я думаю, самое известное для многих – это транспортировка кислорода и углекислого газа по телу. Железо само по себе это не делает. Оно связывается с белком и формируется соединение гемоглобин. Гемо – это железо, а глобин – значит белок глобулярной формы, то есть в виде такого шарика. Все это вместе располагается в клетках нашей крови, которые называются эритроциты. Создаются они в костной ткани и, соответственно, в большом количестве, если все нормально, располагаются в кровеном русле и транспортируют газы по нашему телу. Когда гемоглобин соединяется с кислородом, кровь становится артериальная, а вот с утлекислым газом она превращается в веноз. Помимо этого, сами эритроциты способны транспортировать не только газы за счет того, что находится гемоглобин, а еще и аминокислоты. Напомню, что белки – это соединение, которое состоит из множества отдельных бусинок, аминокислоты. Вот они начинают, эти белки, расщепляться в нашем желудке, окончательно это происходит в кишечнике, через стенку кишки аминокислоты попадают в кровь, и вот как раз эритроциты способны их транспортировать. Также еще можно сказать, что клетки нашей крови, красные кровяные цельца, способны выполнять ферментативную задачу, ну потому что на их поверхности находятся ферменты. А я напомню, что это те химические соединения, которые сопровождают все химические процессы, протекающие внутри клеток. Их миллионы, и для каждой есть свой фермент. Помимо этого, железо влияет на нашу иммунную систему, потому что помогает вырабатываться, синтезироваться Т-лимфоцитом. Это те клетки, которые уничтожают патогены микроорганизма, попадающие в наше тело. Также, конечно же, важно сказать о том, что без железа не будет создаваться должное количество энергии. Потому что, если все в норме, то у нас гемоглобин внутри эритроцитов, находящийся, транспортирует должное количество газа, а нам кислород необходим, мы его вдыхаем по этой причине. То когда кислород попадает в наши клетки, плюс те фрагменты, мономеры пищи, которые сформировались в результате расщепления ее в ЖКТ, все это окисляется, запускаются химические процессы, и создается энергия, то есть АТФ, конкретное химическое вещество. И на уровне клетки у нас создается вот этот энергоресурс, который потом используется. Но еще железо влияет на работу щитовидной железы, а это та структура в нашем теле, которая напрямую влияет на энергообмен. Вялость, сонливость, усталость, апатия, лишний вес, отеки, все это связано со сниженной функцией щитовидной железы. Это называется гипотиреоз. Мы с вами буквально в последнем видео, предпоследнем, разбирали и говорили подробно о ее функциях. И, соответственно, если у нас не хватает железа, у нас не может полноценно работать щитовидная железа. В частности, нарушается процесс превращения гормона Т4, тироксина, в Т3. Соответственно, вся симптоматика неприятная у нас будет так или иначе наблюдаться, и мы с вами будем испытывать очень неприятные ощущения, и желание жить оно будет не очень сильным, будем говорить откровенно. Помимо этого, железо влияет на формирование коллагена. Коллаген – это вещество тоже белковой природы, которое находится в нашей коже. За счет этого наша кожа эластична, она не стесняет наше движение. Ну и, кроме того, обеспечивает упругость. Чем больше у нас коллагена, тем поприятнее, скажем так, мы выглядим. Поэтому состояние кожи напрямую связано еще и с количеством железа. Также коллаген находится в волосах и наших связках, и сухожилиях. Поэтому если мы хотим, чтобы суставы долгое время чувствовали себя хорошо и не давали о себе знать, железо тут играет тоже важную роль. Также будет влиять на синтез ДНК. Это вещество, в котором написана вся информация про нас, от цвета глаз до того, как работает наш желудок. И еще, что очень важно, железо влияет на формирование миелиновых оболочек. Я напомню, что в нашем теле есть разные типы ткани – соединительная, эпителиальная, мышечная и нервная. И все ткани состоят из клеток. В нервной ткани они называются нейроны. И вот эти нейроны имеют тело. Это та часть клетки, где располагаются все органоиды. То есть ядро, в котором хранится ДНК, митохондрий, который создает энергию, лизосомы, которые расщепляют вещества внутри клеток. Ну, список можно продолжать долго. Также на теле есть с одной стороны дендриты. Это такие короткие ветвящиеся отростки. А на противоположном конце находится аксон. Это длинный отросток, который практически не ветвится и покрыт миелиновой оболочкой. Вот когда аксоны соединяются между собой, формируются наши нервы. И за счет наличия вот этой миелиновой оболочки нормально проходит нервный импульс. Если нарушается процесс миелинизации, прохождение импульса тоже не проходит уже нормально. Отсюда и наблюдается снижение когнитивных способностей, память, мышление, внимание. То есть сконцентрироваться на чем-то невозможно. Да, это все признак того, что у нас есть нарушение железообмена. Ну, на миелинизацию еще и влияют витамины группы В. Ну, это все находится в связке. Теперь возникает вопрос. А какая симптоматика? Как понять, что у вас, например, есть железодефицит? Во-первых, это настроение, депрессивность, плаксивость, апатия, усталость. Ничего не хочется, ничего не радует. Помимо этого, выпадение волос, нарушение менструального цикла, бледность покровов, темные круги под глазами. И мы с вами недавно говорили о витамине В12 и гипотириозе. Вы мне можете сказать, подождите, ну там такая же была симптоматика. А здесь все взаимосвязано. У вас не хватает витамина В12, главного кофактора в усвоении железа. У вас снижается уровень железа. Нехватка железа, как я ранее говорила, влияет на работу щитовидной железы. Может формироваться гипотириоз. И мы приобретаем букет вот таких вот проблем, которые надо решать не точечно, а многофакторно подходить к данному аспекту и понимать, что нам нужно и с щитовидной железой работать, и восполнять дефициты. И тогда оно постепенно-постепенно придет в норму, и мы начнем себя чувствовать намного лучше. Ну и сразу возникает идея пропить железо. Ну на самом деле мы должны понимать, что железо бывает разное. Есть гемовая, которая хорошо усваивается. Я, наверное, здесь покажу, которую пропивала я. Оно стоит дороже, чем то, что мы можем увидеть с вами в аптеке, но тем не менее оно, правда, будет усваиваться намного лучше. Есть негемовое железо, у него биодоступность намного ниже. Но здесь какая загвоздка. На усвоение железа, ну, конечно, на усвоение всех макро- и микроэлементов влияет работа ЖКТ. Но если мы говорим именно про железо, важно, чтобы соляная кислота, которая входит в состав желудочного сока, поменяла валентность этого металла. И тогда оно попадет в кишечник тонкий, и там уже усвоится. Если у вас, например, низкая кислотность, ничего не произойдет. Поэтому вот эти формы двухвалентного и трехвалентного железа не очень-то и результативны. Помимо этого, они еще могут вызывать неприятные симптомы в виде запоров, иногда жидкого стула, тошноты, поэтому это учите. Но самое важное, на что я хочу сделать акцент. Мало пропить железо. Это будет абсолютно бестолковая процедура, потому что есть большой список кофакторов, которые влияют на усвоение этого металла. Если там дефицит, здесь вы результат не получите. Одни из важнейших витаминов – это витамин В12. Последнее видео было посвящено ему, обязательно посмотрите. И фолиевая кислота. Помимо этого, витамин С, витамин А, мы последний пьем вместе с цинком, потому что цинк является веществом, на основе которого работают переносчики витамина А. И цинк, помимо того, что влияет на усвоение витамина А, также важен для усвоения железа. Но очень важный момент. Цинк и железо – антагонисты. Они борются за одни и те же переносчики в нашем теле. И поэтому железо вы, например, пьете утром вместе с витамином В12, а цинк пьете в обед, то есть разносите в разные приемы пищи. Помимо этого, влияет еще уровень меди, но это еще связано с тем, что когда вы пьете цинк, особенно доза на повышение, у вас снижается медь. И все должно быть в балансе, поэтому тоже компенсируем дефицит, если он присутствует. И еще мы говорим про магний. Видео про этот микроэлемент было на канале. И аминокислота глицин. Пьем вечером 500 тысяч миллиграмм. Но я, как всегда, призываю вас сдавать анализы, потому что вы не можете интуитивно оценить, насколько сильный у вас дефицит. По анализам видно, какую дозировку витаминов выбирать, и уже дальше двигаться к цели. Поэтому сначала сдали все эти кофакторы, посмотрели ситуацию, и уже принимаем решение, как нам это все принимать, в каких дозировках, и учитывать, что в разные приемы пищи мы будем использовать все эти добавки. Мы говорим о том, что железо при большом дефиците, конечно, восполняется добавками. Иногда делают капельницы, но здесь вы должны еще это обсудить с врачом. Но мы не забываем вносить в рацион продукты, которые богаты этим металлом, а именно продукты животного происхождения. Красное мясо, свинина, баранина, говядина и субпродукты печень, сердце. Обратите внимание на вторую группу. Она стоит намного дешевле, потому что мы видим цену в магазине, понимаем, что говядина – это достаточно дорогое удовольствие, но субпродукты стоят намного меньше с точки зрения денег, но при этом богаты важнейшими компонентами для полноценной работы организма. Также мы сюда относим морепродукты, рыба, кальмары, все это сюда дополняет. Конечно, вы мне можете сказать, но есть еще и растительная продукция, которая богата железом, конечно, шпинат, бобовый, но растительная форма железа имеет для человека низкую биодоступность. Да, мы выносим эти продукты для дополнительной, скажем так, возможности получить железо, и оно пойдет на химические процессы, но давайте понимать, что если мы будем есть один шпинат и при этом добавлять максимум в рацион курицу, то мы не восполним никогда при помощи пищи дефицит, потому что на самом деле не всегда же у людей сразу запущенная форма. Мы постепенно, постепенно, как я в начале говорила в видео, к этому идем. Поэтому сначала работаем с рационом питания и вносим те продукты, которые богаты соединением, которые нас интересуют. Также мы должны понимать, что у нас в рационе должна обязательно быть белковая пища. Железо, напомню еще раз, соединяется с галабином, белком, и если вы видите по анализам, что у вас там белок 62, 67, 68, норма 73, ну вообще в идеале от 75, эффекта все это не возымеет. Поэтому еще раз напомню, помимо того, что мы пытаемся препаратами восполнять железо, мы пьем кофакторы и также восполняем уровень белка. Вот тогда мы получим должный результат и перейдем к той цели, которую перед собой поставили. Ну и остался вопрос, который, думаю, многих интересует. Какие сдать анализы, чтобы оценить ситуацию? Я вам назову этот список и плюс назову оптимумы, к которым мы должны стремиться, но учитывайте, что в лаборатории плюс-минус цифры могут немного различаться. Первое, на что обращаем внимание, на эритроциты. Наша цель – середина референса. Также это средний объем эритроцитов, исчисляется это в фемталитрах, цифра где-то 87, ну плюс-минус 5 у женщин и плюс-минус 2 фемталитра у мужчин. Также это степень разброса или распределения эритроцитов по объему, это все в процентах исчисляется, ну где-то 116-148. Также нас интересует гемоглобин, у женщин оптимально 124-125-140, у мужчин это 130-160. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 34-35 оптимум, а вот среднее содержание гемоглобина в эритроцитах уже 28-33. Помимо этого мы, конечно, проверяем уровень железа сыворочного, показатель должен быть где-то от 15 до 23. И еще нас интересует ферритин, это депо железа. Показатель у женщин где-то ну 60-90, не должен превышать 150, а вот у мужчин 250. Также трансферин это переносчик железа, здесь показатели 25-46. Также коэффициент насыщения трансферином исчисляется в процентах 20-25. И стоит еще посмотреть на железосвязывающую способность сыворотки, и вот все вместе нам даст понимание того, насколько ситуация запущена или нет. А сдать просто анализ на сыворочное железо и, может быть, гемоглобина будет недостаточно. Поэтому приходим к выводу, что работа железодефицитом с анемией достаточно многофакторная. И надо рассмотреть это все со всех сторон. Сдать анализы, посмотреть результаты, пить железо. Чтобы оно усвоилось, мы еще работаем с ЖКТ, не забываем об этом. Также восполняем дефициты кофакторов, которые есть, и тогда, соответственно, мы придем в то состояние нормы, к которой стремились, и обязательно получим результат. На этом у меня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я, как всегда, надеюсь, чтобы для вас интересно, полезно, вы узнали для себя необходимую информацию. Благодарю вас за подписки, за лайки, за комментарии, за то, что делитесь моими роликами с другими людьми. Для меня это очень ценно и важно, так как я недавно вышла на простор интернета. И плюс ваша обратная связь дает мне понимание, в каком направлении двигаться. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч.